Комментарии Игнатия Лапкина на толкование блаженного Феофилакта. Часть 8. Толкование на Марка 4.26.29. Он бросил в землю семя, то есть евангельскую проповедь. Комментарий Игнатия Лапкина. Как ясно выразился блаженный Феофилакт, собравший в своем толковании всех святых отцов, евангельская проповедь – вот единственное семя, из которого произрастает божественный виноград. Некоторые православные измыслили свою веру и говорят, что крещение есть семя. Апостол же Павел даже о себе говорит так, 1 Коринфянам 1.17. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». А сегодня эти слова в устах современных пастырей перефразированы так. «Мы сами пришли крестить, а не благовествовать». Это их деятельность не евангельская, но даже антиевангельская. Евангельское семя, падшее в жаждущую душу, подводит человека к крещению, как завершающему акту обращения ко Христу. Да и крестить-то сегодняшние пастыри не умеют, и сами не крещеные в подавляющем большинстве, а всего лишь мокрой ладонью им задели голову, и таким же образом они портят других людей. И до тех пор, пока такое лжекрещение будет на равных считаться с истинным трехпогружательным крещением, до тех пор в церкви будет мрак, и все будут все глубже погружаться в него. Апостол Павел за всю свою апостольскую жизнь едва ли крестил пять раз. И это делал он умышленно. 1 Коринфянам 1.14 «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая». 1 Коринфянам 1.16 «Крестил я также Стефанов дом, а крестил ли еще кого, не знаю». Чтобы привести человека к окрещению, нужно евангельское семя проповеди, как говорит Иоанн Златоуст. И у пастыря должны быть тысячи талантов. А для того, чтобы крестить, не нужно ни одного таланта. Достаточно быть законно рукоположенным и незапрещенным. Толкование на Марка 5.15.20 «Посему он и начал проповедовать, и все удивлялись». Комментарий Игнатия Лапкина «Если бы сегодня этого исцеленного бесноватого поставили патриархом, какую пользу он принес бы для России?» «Нужны не звания докторов богословия, а знания Христа, жажда проповеди Слова Божия и об этом даре молить Бога. И где нет проповеди, там царствует тьма, там стада свиней и лошадей в храме, как говорит Иоанн Златоуст. Самая великая трудность – привести человека к окрещению. В православии же пастыри к этому не прилагают никаких усилий. Кому надо, те сами придут к нам, и мы их окрестим». Прием в семинарию должен включать в себя только один экзамен. Не знание истории партии, церковно-славянского языка, а знание Библии и святая жизнь. Все абитуриенты должны бы предварительно поработать в христианском обществе хотя бы месяца три, чтобы можно было узнать, кто есть кто. «Пока человек не встретится со Христом и Господь не изгонит из него злых духов, проповеди от него не дождешься». Толкование на Марка 6, 7, 11 «Господь учил не в одних городах, но и в весях, дабы мы знали, что и нам не должно ни пренебрегать малыми городами, ни постоянно посещать большие города, но что должно сеять слово и в незначительных местечках». Комментарий Игнатия Латкина. «Должно сеять слово Божие в больших городах и малых селениях. Если у человека есть совесть, не может же он не видеть, что этим сегодня занимаются только сектанты. Сегодня, при такой свободе слова, какие сонмы и легионы сектантов хлынули на просторы России. Образуются общины, новые в кавычках церкви с самыми экзотическими названиями, и все они регистрируются государством от южных границ и до полюса. Они идут от двери к двери по всем городам, вербуя адептов, а православные батюшки спят глубоким сном и ничего, кроме алтаря, не хотят видеть. Россия гибнет. Православной веры, как таковой, практически нет. Есть неевангелизированная, раздробленная языческая страна. Отвергнув Слово Божие, запершись в монастырских стенах, получая огромную помощь от государства и используя репрессивный аппарат против инаковерующих, русская православная церковь полностью проиграла все битвы, и Бог руками безбожников опрокинул монастыри и разрушил храмы. И весь алтарь у некоторых священников уместился в их котомки, и пошли они от селения к селению тайными тропами. И снова Бог дал свободу, и снова ею не хотят воспользоваться, отгородились от народа дубовыми иконостасами. И снова повторится тот же урок. Только в 1937 году свыше 50 архиерейских голов были сняты с их плеч. Если бы церковь не обладала богатством, а жила в апостольской бедности, то не было бы изъятия церковных ценностей и неисчислимых жертв на этой почве. 2 Тимофею 2.9 Но для Слова Божия нет уз. Если бы все верующие проповедовали Слово Божие, то не было бы такого разгула безбожия и сектанства. Толкование на Марка 6.21-29 «Они думают, что знают Писание, тогда как на самом деле не знают, ибо они обезглавили Иоанна, то есть пророческое слово, потому что не приняли главу пророчества, разумею, Христа». Комментарий Игнатия Лапкина. «Знать Писание нужно и умом, и сердцем, и послушанием, и исполнением, во всем доверяясь Богу. Писание обладает особым свойством очищать, отрезать ненужное, разбивать упорное». Иеремии 23.29 «Слово Мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» «Знать Писание нужно так, чтобы ни одно место Библии не противоречило другому, ибо автор всей Библии – Бог». И вот здесь нет ничего выше православного толкования. «Знание толкования удержало бы миллионы людей от уклонения в сектанство. И то, что люди не знают таинственного смысла Священного Писания, виноваты только священники, не проповедующие слова истины». Толкование на Марка 6.30.33 «Христос дает ученикам своим отдохнуть – это урок уже предстоятелям, чтобы они умели давать и отдых труждающимся в слове и учении, а не всегда держали бы их в напряжении и трудах». Комментарий Игнатия Лапкина «Согласно этого местописания и толкования, современные пастыри, не проповедующие Слово Божие, не достойны пропитания и отдыха». 1 Коринфянам 9.9 «Ибо в Моисеевом законе написано, «Не заграждай рта у вала молодящего, а валах ли печется Бог». 1 Тимофеев 5.18 «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вала молодящего, и трудящийся достоин награды своей». Слово «молотить» означает говорить, проповедовать. Не просто заниматься требованиями, которые уводят людей от истины и дают видимость какой-то работы. 1 Тимофеев 5.17 «Достойно начальствующим пресвятерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Толкование на Марка 6.34.40 «И Христос дает ему пищу, сначала более полезную и ценную в слове, а потом и телесную». Комментарий Игнатия Лапкина. «Слушание Слова Божия всегда должно быть на первом месте и прежде всего». Прежде Слово Божие только молитва, в которой человек просит, чтобы Бог отверз ему ум к уразумению Писания. Нужно молиться во время слышания Слова Божия и после окончания чтения его и проповеди. Златоуст неоднократно подчеркивает, что когда придешь из храма, не спеши садиться за стол ища телесную пищу. Но сначала поделись с домашними тем, какое Слово ты слышал в церкви. Накорми домашних божественной пищей. Как выполнить сегодня это, если в храме нет проповеди? Иные пастыри и говорят что-то, но слова их замораживают дух и усыпляют душу. В их словах нет божественного огня, пророческого гласа обречения. И слово их не меч, отрезающий гнилое, но губка, размазывающая гной, как говорит Златоуст. Толкование на Марка 7, 24, 30. Будучи грешниками, мы именуемся псами, полными нечистот. Почему и недостойны, бываем, принять хлеб Божий, то есть причаститься при чистых тайн? Толкование на Марка 8, 1, 9. Так как крещение называется просвещением и совершается в три погружения, то просвещаемые крещением оказываются тридневными. Толкование на Марка 8, 22, 26. Он плюет на очи слепого и возлагает на него руки, дабы мы знали, что божественное слово и следующее за словом действие может совершать чудеса. Ибо рука есть образ действия, а плюновение есть образ слова. так как оно выходит из уст. Толкование на Марка 8, 34, 38. Ибо как человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Толкование на Марка 9, 19, 27. Этот бес нем и глух, глух, как не хотящий слышать словес божественных, нем, как не могущий и других научить чему-либо душеполезному. Но когда Иисус, то есть евангельское слово, возьмет человека за руку, то есть управит его деятельные силы, тогда он освобождается от беса. Толкование на Марка 9, 38, 40. Ибо Господу угодно было, чтобы проповедь распространялась и через недостойных. Комментарий Игнатия Лапкина Чтобы нести слово Божие погибающему миру, нужна любовь к Богу, войти в день Пятидесятницы и получить крещение Духом Святым. А для того, чтобы молчать, брать на себя подвиги, о которых нет ни слова в Библии, и говорить, где уж нам убогим и грешным, православным проповедовать, мы недостойные, слабые, неграмотные и тысячи других причин, для этого ничего не надо. И эти оправдания приходят в человека от лукавого и исходят из невозрожденного сердца, в котором нет любви к Богу, нет любви к ближнему. Этот вопрос о проповеди недостойными возникал в давние века, и ответ на него был один, уча другого, я учусь сам. Даже если человек просто слушает проповедь и не исполняет слышанное, но только воздохнет об этом и скажет, «Увы мне, слушаю и не делаю. Одно это, увы, есть начало покаяния. Как можно умолчать тому, кто освобожден из плена, из долгого рабства? Как может молчать человек, услышав о победе над своим страшным врагом?» И многое сему подобного мы получили в воскресении Иисуса Христа. На апостолах восстали лучшие запретители проповеди. Били их, чтобы они превратились в молчальников и затворников, в столбников и отшельников. Но любовь Божия разломала эти преграды и разорвала все оковы, какими дьявол сковал их язык, уста и ноги благовестников. Деяние 5.28.29 «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». Если в человеке есть Дух Святой, то его не надо убеждать идти на проповедь. Напротив, его невозможно удержать от проповеди. Римлянам 8.9 «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Иоанна 7.38 «Кто верует в Меня? У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Как знать об этом православным, если об этом сказано в Писаниях, а не в Акафистах юродивым и блаженным? Реки проповеди этой животворящей воды могут течь только у тех, кто пьет моря благодатного слова. Об этом мы читаем в Евангелии Христово. А все остальные слова, какие говорят люди, чтобы не проповедовать Слово Божие, антиевангельские, антихристовые. Люди, запечатленные Духом Божиим, Духом Благодати, несут Слово проповеди всюду, исполняя завет Христа. Противиться столь ясной заповеди Божией могут только те, кто имеет антихристово начертание на лбу и на правой руке». Толкование на Марка 9.43.50 «Ибо как соль предохраняет мясо, и не допускает зарождаться в нем червям, так и Слово Учителя, если оно крепко и вязко, удерживая людей от плоских страстей, не дает в них места не усыпающему червю». Комментарий Игнатия Лапкина. «Главное качество соли – предохранять от гниения, от порчи». Колоссянам 4.6 «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». «И это будет только в том случае, если слово, сходящее с языка, будет пропитано Библией». «Евангельский язык Учителя обеззараживает атмосферу в любом обществе». 2 Коринфянам 2.16 «Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? И на это способны только люди, исполненные благодати Духа Святого, благодати проповеди, благодати призывающей павших грешников к ногам Христа. И только за неизмеримо великие грехи, выражающиеся в нарушении библейских истин, Бог отнимает учительное слово даже от целой страны. Так случилось при согрешении царя Озии, когда он, будучи прокаженным, не удалился из города, хотя по закону должен был жить как Иов на гноище далеко от людей. «И только за одно это, говорит Иоанн Златоуз в шестом томе, Бог отнял видение и пророчество от всего Израиля и даже от пророка Исаии. И только в год смерти царя ему был явлен Бог». Исайя 6.1 «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». На один этот стих пророка Исаии Иоанн Златоуз гремит на весь Константинополь и на всю Вселенную шесть раз не менее чем часовыми проповедями. В этом есть вечный урок, что согрешившие руководители и не уходящие со своего поста парализуют целую страну, а своим местонахождением отдаляют Бога, а страну погружают во мрак. И хотя царь Озия передал бразды правления своему сыну, но он не полностью устранился от людей и имел к ним доступ, а значит мог заражать всех, кто соприкасался с ним». И учительское слово умерло. Не нашлось никого, кто обличил бы его, как Иоанн Креститель Ирода. Предательская декларация митрополита Сергия Острогородского, беззаконно узурпировавшего власть Церкви Христовой, призраком мертвеца нависает над православной Церковью и ныне. Она должна быть немедленно предана анафеме как архиеретическое и предательское, как иудин плод, разбухший, как повешенный иуда, и немогущий пролезть через церковные врата наружу. Прошло 60 лет с того позорного черного дня июля 1943 года, когда Сталин Иосиф Вассарионович и его подельник Берия Лаврентий Павлович в кавычках благословили на патриарше престол автора декларации и была образована антиканоничная структура московской патриархии, которая выпестывала особый тип советского священника, треба исполнителя и молчальника, а сама церковь получила название Великой Молчальницы. Власти сумели заставить вступить в церковь во всеересь экуменического движения и эту предтечу церкви Антихриста. Сатанинская богоборческая власть не боится богослужений служителей культа, но под страхом извержения и сана и заключения в тюрьму запретила живое слово проповеди. Нет семени, нет произрастания и не будет жатвы. Иеремия 8.20 Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. 1 Коринфянам 9.16 Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя и горе мне, если не благовествую. Дьявол бодительно наблюдает за тем, чтобы не было рождения Христа и христиан. Откровение 12.4 Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца. Конец седьмой части. Продолжение следует...